Вот я хотела все-таки продолжить рассказать, как Господь сотворил чудо-то. Я говорю, как в Евангелии было умножение хлебов, да, Господь умножил, такое у меня, говорю, чудо было. Но опять-таки оно было, когда у меня, скажем, мы с мужем разошлись, двое детей, тяжелое материальное положение было, я еще не работала. Но тут он мне купил я жития святитель Спиридон Три Мефуцкого, чудотворца. И в тот день читала кассеты его. И вот я думаю, его помощью молитвен, потому что о нем, как я читала, что он помогал. Ну и помогает малым мужчинам. И получается, что вот это как бы, причем интересно, Господь умножил вот эти суповые наборы мяса, да? Ну, там же было восемь кусочков, а поскольку у нас трое, чтобы каждому по три. Хочу сказать, он не сделал, как это умножение хлебов, много. То есть опять, чтобы не было, как сейчас мы в Евангелии-то вернемся, ну, чтобы не объелись, ну, чтобы не было излишка-то. Излишка не было. А вот ровно семь по три. То есть он добавил как бы один. Тоже бы, как бы тоже получительно. Но сейчас главное дело, раньше я об этом как-то не подумала. Да мне не до этого было. Я вообще удивилась. Настолько это было. Ты думала, может, обсчитала? Нет. Я что, интересно, в тот день раз в восемь считала. Вот не поверишь, я сама не знаю, почему мне было понуждение вот считать, пересчитывать эти куски по несколько раз. Поэтому я никак не могла ошибиться. И причем свидетели-то были. Сыня ставила там, при дочке убирала, то есть я не одна была. А убрать или откуда добавить... Ну, спалый набор сама, знаешь, купила, он как один, упаковочку. Все, что там было, там и было. Взять неоткуда. Да и потом, что я могла? Ну, один раз, говорит, покушать готовила. Вот мы тогда этим жили прям спалым набором. Они тогда съедобные были. Съедобные кушали. Но дело в том, что, вот, это такой яркий пример, за всю жизнь у меня был однажды, вот, именно Господь умножил, но мне почему-то было удивительно, не вот, мясо, почему-то, не знаю, так получилось. Но я хочу сказать, случаи такие же тоже были. И у Штях Святых, и в жизни было, и у Игнатина Читовича тоже был случай. Для, как бы, укрепления веры. Да, но я хочу сказать, это мне помогло, знаешь, в чем? Опять я вернусь, вот, когда про инонент вот эти, мы же переживали-то, вот, сейчас нас там в последние времена, нам кушать нечего. А я успокоилась, почему? Потому что я поняла, что Господь может все дать из ничего, раз Он творил, раз Он умножал. Если у нас будет вера, если когда будут гнать, и тебе там кушать нечего, то Господь всегда может напоить, накормить. Нужно только верить вот в этом. То есть в этом отношении вот мне это помогает. Вот этот случай. Сейчас вот опять принесла вот эти цветы, тебе подарили тут, да? И мы сейчас опять, хочу вернуться вот интересно с этим 8 марта. Я вот это у нас тоже на работе. Ну, приказ начальства, чтобы все собрались. Начальник заведующий, заведующая нас собирает, она, как бы, попробуй не приди. А у нас начальник, директор мужчина. Вот, и, да, они, как бы, приготовят там стол, поздравить, как всегда, шалпанский торт. Ну, я-то подумала, начальница всегда ругает, вот в халате, да в галошах ты хочешь, чтобы все нарядные пришли. А я подумала, ну-ка, а какая я сейчас нарядная? Я нарядная-то хожу, ну, такая вот, как есть, больше наряды, какие у меня. Ну, и я так и решила. Пойду, вот, как есть, как в храм хожу, так же на два платка, ну, пошла. А там еще несколько детей было, это было два часа. То есть старший класс еще не все разошлись. Кто-то, конечно, так с удивлением меня смотрели. Первый раз, что кто-то видел. Мамочки были некоторые, одна так удивительно ей было. Это надо было видеть, как люди, как будто вот что-то такое необычайное прям вот так смотрели. А у нас, это, коллеги-то у меня, девчонки-то, они, татарчики у нас есть. Я тут, когда к ним подошла, они говорят, ну, ты прям как наша. Ну, они на два платка полядают. Вот они. Только у них расправляется по-другому платок верхний. Прям как наша. А потом, я что-то надо было, мне наверх побежала, я сейчас не помню зачем, там классы младший бок, по коридору, где младший бок. Уже пробежала этот класс, я слышу, дети там, ну, мне кажется, пятый класс там был. Потому что до пятого, а не первый этаж, а это второй, уже более постарше, я слышу, мальчик говорит, вон, говорит, она побежала, как монашка. Так, я сейчас думаю, вернусь, я к ним загляну. Вот я там что-то, я не знаю, не помню, сотовый, что-то не надо было, я взяла, вернулась и говорю, я это, кто у вас тут что-то сказал, что я как монашка? Я говорю, я не монашка, я православная христианка. Ну, пошла, они смеются, что им делать? И мы им все смешно. Да, они хихикуются. И им все смешно. Вот, ну, учителя меня уже видели, директор меня видел. Прошлый год же юбилей был, я у них приходила, поэтому они нормально воспринимают. Да, в этот год. Я вот хочу сказать, ко мне относятся так, ну, потому что, значит, я человек верующий, соблюдаю посты, меня уже знают, меня требуют по-другому. Даже вот девчонки, мы говорим, свои-то, если что-то начнем, а, тебе нельзя. Я говорю, вам можно? Ну, можно. А с тебя спрос другой. А если какие-то беседы что-то начинаются, они, ой, бывает, матом начнут ругаться, я начинаю делать замечания, они, иди, 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 с тобой ничего и поговорить нельзя. Вот в тот раз что-то сидели, у нас вот этот, сейчас был карантин-то. Утром что-то пришли, я обычно к ним не подхожу, у меня свои работы делала, я же с двоих работаю. Я говорю, у меня больше дела надо успеть. А они пришли, не переоделись, сели там, беседуют, короче, с вами у них дома. Так я к ним присоединюсь. Думаю, ну, у нас очень много татар тоже. Но верующие, можно сказать, как они, как сказать сейчас все, в душе верующие, да? Православные у нас есть, которые, но они тоже, опять-таки, в храм, может, раз в год или когда знают, сходить, когда кто умер, да? Это они знают. Ну, печет они слово за слово. И я им взяла и рассказала вот эту притчу про богач и лазер. Потому что что-то они начали осуждать. Да, вот у нас одна сказала, я же вот много им что-то все равно рассказываю, Евангелие вот раздавала, стихи свои дарила. Она как-то одна там прислушивается, ну, недоверчиво, в храм не ходит. А тут, когда стихи почитала, видать, загорелась, пошла, раз-два сходила, ну, и вот тут сидит во время беседы, говорит, ну, вот у меня был случай, на крещение я пришла, за водой крещенкой. А, значит, там, как сказали, требы заказываешь, и вот тебе бесплатно дадут. Ну, она решила, вроде бы, пусть подороже, но за ту воду дадут бесплатно. Но, говорит, а народу много, и потом она, когда, говорит, я подошла, там уже другая была в Аските. И они, когда стали выяснять, стали спорить, ну, вот у нее, видишь, соблазн получился. Ну, говорит, ладно, рядом священник был, он, говорит, взял эту воду, не стал их слушать, не стал разбираться, взял, не отдал. И мне так, конечно, неприятно стал этот случай, думаю, надо же, тут, говорит, трудишься, работаешь, что-то их стараешься как-то, да, чтобы они, ну, к храму, что ли, хотя, как и Игнатийский, надо к Христу вести. Да, вот я понимаю свою ошибку, что, ну, мы так привыкли, мы же сами ходим в храм, и нам кажется, что и мы людей должны к храмам привлекать. А наша ошибка в том, что мы не к храмам должны вести, а к Христу сначала, вот, к Евангелию привязываться. А уже сами они потом решат идти в храм, не идти. А так, вот у меня несколько случаев таких, одна, вторая, третья, и пойдут, и обязательно в каком-нибудь у них искушении, и они ходить не хотят уже. Ну, это всегда так. А еще одна, я вот ее к святым местам возила, и вот из журнала душа дай, она берет, она читает, ей нравится, Евангелие взяла, стала читать, стала на службу ходить. Правда, не наш, как бы другой. А тут как-то проговорился, я говорю, ну, что там, пост же, как? Ой, нет, я не буду поститься. Я начала поститься, я начала болеть, у меня давление низкое, все, я и так больна, и все, я не буду. То есть люди уже боятся, всего боятся. Как-то дело дошло до поста, и болячки, и все. А я говорю, сколько у тебя давления? Ну, там у меня что-то, я сейчас не помню, 50 там, ну, ниже, конечно, 60, но не ниже 50, по-моему, было. Но для нее тоже низкое. А я один раз сама тоже... Сердечно имеешь в виду? Ну, и верхний, и нижний. Чуть, ну, ниже нормы. У меня, по ее словам, как она сказала, я сейчас помню, у меня почти точно такой же. Это уже мое рабочее состояние, я к нему привыкла. У меня тоже там 93 бывает на 53. Вот. А один раз просто я пришла, думаю, что-то у меня глазцово не болит. Я померила, у меня 101. Почему-то наоборот поднялось. А нижний было 45, что ли, по-моему. Ну, я, я не помню, там крепкий чай. Просто рлп большую, 60 не нужно было. 40. Дело в том, что нижний был слишком низко. Ну, я там чай крепкий попила, вроде бы нормально, как обычно. Я думаю, тут еще зависит на чего. Опять-таки от решимости. Если я уж решилась, ну, как говорится, на все. Там решаешься ради Христа, да, терпеть. Как говорит Господь, в Евангелии говорит, отвергни себя, возьми крест свой след за мной, да. Тут уже ни на что не смотришь. Ну, заболел, заболел. Если Господь этим как раз испытывает, проверяет. Потому что, вот сейчас, ты говоришь, опять мне в мысль приходит, здоровому легко. Так здоровому вообще все легко. Чего ему, когда нас бы не паститься-то? А Господь нас проверяет, когда мы вот именно нездоровые, когда мы больные. А будем ли мы паститься? А мы как раз и пасуем. Раз мы больные, мы болезнь оправдываясь, ой, не будем паститься. А я вспоминаю все раньше, во времена Сергея Радоческого, Серафима Саровского. Ну, все равно они так же, даже вот, опять вернемся, это Сергея Радоческого, да, грудь-то он не брал, да? В жесте уже молоко не сосал. Младенчество. Младенчество, да. Ну, не умер же. Да, вот это, сколько в войну люди тяжело тоже, не доедали, не добивались, все равно же выживали. А тут уж не война же. У нас все есть. Мы просто сами уже... Ну, мне кажется, вот во времена войны даже они вот как, уж практически голодные ходили, можно сказать, не ели с утками. как-то их господь укреплял, давал им силы, они вот крепче были. Но они и живут, они же долгожители все. То есть они до 90-х живут. Вот одна бабушка в деревне живет, сто лет ей вообще удивительно. А в нашем селе, казалось бы, храма-то нету. Вот недавно там так маленький дом открыли, там 10 лет нам и храм не было. Тяжелое село. Ну, все, как говорится, очень много погибают. Пьют много. Работы нету. Совхоза нету. Там раньше коров держали. Это совхозные были. Сейчас, да и личное хозяйство было. Личных почти не держат коров. Очень мало, чтобы кто-то там держал. Раньше, как-то, не знаю, больше держали. У меня бабушка, когда живая была, она держала и овецы, и коровы. Они больше держали. Они жили это. Семьи содержали. А сейчас им было коровы. Такое слово там очень мало держат. Вот хочу сказать вот... Да, хотел сказать, что... Вот пошла я, дед, вот так, ты говоришь, проповедь, как кто-то там говорит, в Евангелии сказано, сердце верит к правдности, устаять, поведует к спасению. Это понятно, что мы сердцем веруем, но мы должны исповедовать. Но не всегда так получается. Не всегда вот прям пойдешь на каждом шагу, будешь всем говорить. Вот я второй день пытаюсь, вот взяла несколько Евангелий, иду с собой, и думаю, вот первостречному. Первостречному тоже не предложат, потому что пугается. Я говорю, вот как сектанты распространяли Евангелие, все привыкли, у всех ассоциаций Евангелие с сектантами. И поэтому настолько люди запуганы, и что если я когда-то предлагаю, то сразу принимайте сектантку. Однозначно они считают, что Евангелие только раздавит сектанты. Но никак православные не могут. Сегодня тоже буквально, причем в храме, стоим рядом, молимся, как говорится, видит она меня, что на службу хожу. И решила тоже вот, я еще ничего не сказала, служба еще не началась, я только Евангелие достала, она как увидела, так вот прям это, как будто ее кипятком ошпарили. Я еще ничего не сказала, ну думаю, ладно, я уже положила молча. Мне прям удивительно было. Потом из храма иду, одной предложила, она все же спросила, а это церковное там продают? То есть им надо убедиться, продают ее или нет. Но я открыла, показывала, она не видит, я прям показываю, что там был славянь Кирилл. Лучше только тогда она взяла. Дальше иду, другой стала предлагать, так она сразу напугалась. Я говорю, ну что так напугались-то? Ну понятно, что она опять меня не за то приняла, хотя я видю, что я иду из храма. Я говорю, ну всех пугает вот этот вот нижний платок, когда все смотрят. Я не знаю, вот прям напасть какая-то. Не воспринимают. Может не столько платок, сколько вот раздача Евангелия. Евангелия, раздача Евангелия настолько пугает людей. Поэтому я говорю, проще мне было на работе раздать, потому что меня все знают. В храме меня знают. Как-то понятно, люди берут. А если вот просто так идешь по улице, тем более одна, настолько люди пугаются, их прямо это шокирует. Как это? бесплатно вдруг Евангелия. Церковь не бывает. Но вчера мне понравилось в аптеке зашла женщина. Вот есть люди все-таки приятные, такие добрые, сами по себе. Она прям так расположилась, хорошо взяла, поблагодарила. Вот приятно прям. Даже раздавать хочется, когда берут. А из-за того, что вот так вот пугается руками, прям вот, как будто на нее сейчас нападут. и все разные люди что-то запуганы чем-то. Господи, помилые. Да, благословит нас Господь. Завтра начало поста, первый день, он всегда тяжело дается. что интересно, потом, первый день всегда сложный, да? А что интересно, в конце поста, особенно, когда пост закончится, первый день после Пасхи, я почему-то не люблю, разговляться. Тяжело. Настолько потом привыкаешь, да, к посту, и не хочется. А тем более, я, например, если сколько лет уже постишь, с одной стороны, внешне себя стараешь контролировать, знаешь, что согрешать-то нельзя и вне поста, не обязательно только в пост. У нас почему-то у всех ситуация, вот пост, это только с едой. Так это, и без поста мы должны поститься, как говорится, умом и сердцем, да? Это еде всего лишь смены еды. Господи Богу, славе и поднял у нас. Достойная еда. Достойная святого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепоручную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, и слонейшую без ранения серафию, без искления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу увеличаем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Богу за...